поехали здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о ненависти а именно о ненависти к людям периодично слава богу не так часто если бы это было часто я вообще бы не выходил на улицу мне задают вопрос дмитрий я ненавижу людей что делать у меня нет социальной тревожности я не социофоб у меня нет проблем с общением с людьми и у меня нормально прокачан навык я умею разговаривать с людьми но я точно знаю что у меня нет какой-то сильной потребности общаться с людьми и что я еще точно знаю это то что я их ненавижу я ненавижу их тупости я ненавижу и глупость я ненавижу что они такие тормозы я ненавижу в общем я ненавижу людей дмитрий и если я ненавижу людей что мне делать и на самом деле это проблема это действительно проблема потому что вы постоянно потому что тот человек который ненавидит людей он испытывает определенные эмоции это негативные эмоции и нужно с этим разобраться а именно понять это все таки вот эта ненависть по отношению к людям она искусственно создана либо есть какая-то более глубокая проблема и об этом мы поговорим давайте какие могут быть причины ненависти к людям первая причина это низкий тонус опять же видео на моем канале уже есть это самое первое видео когда человек прокачивает свой тонус когда повышает свой тонус ненависть постепенно проходит вторая причина это человек хронически не высыпается чем больше он не высыпается тем больше у него появляется агрессия ненависть по отношению к людям и не только к людям но и к миру в общем да и к себе в том числе третья причина это социальная тревожность но здесь происходит что-то вроде инверсии человек боится людей но чтобы защититься от этого страха он создает ненависть и агрессию по отношению к людям и когда человек говорит дима у меня нет социальной тревожности я просто ненавижу людей в этом случае легко проверить так ли это нужно пройти мой тест по социальной тревожности и проверить себя так ли это или все-таки действительно нет никаких автоматических негативных мыслей и каких-то определенных состояний в теле да опять же страха и так далее следующая причина эта депрессия а может быть даже хроническая депрессия и нужно посмотреть если такие признаки у человека еще может быть одна причина это токсичное окружение это друзья это знакомые это коллеги по работе это могут быть родственники то есть человек постоянно контактирует с токсичным окружением естественно он цепляется за это да он начинает их копировать и в какой-то момент он начинает также ненавидеть людей вот с этим нужно быть очень внимательно и опять же если сократить токсичное окружение постепенно вот эта агрессия по отношению к людям может уйти а может и не уйти почему потому что человек уже привык постоянно атаковать засирать и агрессивничать по отношению к людям и нужно работать уже со своим мышлением чтобы убрать вот эти до остатки от токсичного окружения следующая причина это страх конфликтов опять же человек боится конфликтов но чтобы каким-то образом себя защитить и оправдать что он боится конфликтов он начинает больше агрессивничать очень важно до замечания что человек мне говорит я ненавижу людей но при этом конфликтов у него нет и если все-таки конфликт создается то он конфликт почти всячески избегает и когда избегает этот конфликт какой-то момент он начинает оправдывать да говорит себя почему он ушел почему эти люди идиоты почему это люди тупые то есть он оправдывает себя после конфликта который он избежал что он клёвый а люди говно ну и дополнительный пункт отдельный пункт но он также относится и к тонусу это ваш отдых если вы не отдыхаете либо вы отдыхаете неправильно то в какой-то момент это накапливается до стресс напряжение накапливается и начинает изливаться уже наружу именно в качестве ненависти и злости и агрессии поэтому в этом случае нужно научиться правильно отдыхать и если вы научитесь правильно отдыхать какой-то момент вы поймете что амир так клёвый оказывается и последняя заключительная причина это самоутверждение за чужой счет самоутверждение за чужой счет с помощью ненависти по отношению к другим людям. Что это значит? У человека в жизни все очень скучно, серо и однообразно, у него нет никаких достижений, но его потребность внутренняя, чтобы каким-то образом все-таки самореализоваться в этом мире, она, это и есть потребность. И что он делает в этом случае? В этом случае он начинает атаковать других людей, чтобы эту потребность закрыть. Вспомните бабушек или дедушек в подъезде, они просто сидят и атакуют других людей. А вот это постоянная агрессия, постоянная ненависть к людям, которые ходят. Это люди, у которых ничего в жизни не реализовалось. И давайте все вместе подытожим. Если вы испытываете постоянно ненависть по отношению к людям, это ненормально. Запомните это, пожалуйста, и начните решать этот вопрос. Пункты, которые я вам перечислил, вы можете попробовать воздействовать на это, но если это не поможет вам, тогда вам нужно обратиться уже к специалисту. Специалисту, это может быть какой-то психолог, это может быть психотерапевт, может быть у вас действительно какая-то депрессия, и вам нужно будет поработать тогда с депрессией, но вам точно нужно убирать это состояние. Потому что это состояние постепенно разрушает вас изнутри. Вы теряете друзей, вы теряете знакомых, вы теряете точки контакта с людьми, у вас теряются определенные возможности, у вас теряется абсолютно все, что связано с контактами с другими людьми. Поэтому лучше все-таки убрать это состояние. И на сегодня все. Я надеюсь, что вы уберете у себя ненависть, если она есть по отношению к другим людям. Потому что, когда у вас не будет ненависти, у вас появятся другие состояния, которые будут больше помогать вам, вместо того, чтобы вас останавливать в саморазвитии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рекомендуйте, пожалуйста, мой канал своим знакомым, близким, родным. И, опять же, у меня есть телеграм-канал, вы можете посмотреть, что там происходит. Мы периодично общаемся и какие-то интересные темы закидываем, опять же, по саморазвитию, опять же, по теме общения. Помимо этого, у меня есть мой паблик. Зайдите, посмотрите. Там тоже много интересных разных ништяков. И есть также моя личная страница, где вы можете посмотреть, чем я занимаюсь, помимо того, что я снимаю видео. И, как всегда, я желаю вам хорошего настроения, классных друзей, меньше ненависти по отношению к людям. И вот и все. Здравствуйте, мои дорогие мальчишки, девчонки. Я Дмитрий Трофимов. Вы находитесь на саморазвитии, самопрокачке. Канал самый лучший, который только может быть в мире. И что они так встали? О боже, я просто не понимаю, что происходит с водителями опять. Он просто завис, встал. Сейчас, подожди, сейчас пройдет. Отпусти, отпусти меня. Все, отпустил. Отпусти меня. В пропасть я сорвусь. Отпусти, я уже не вернусь. Я уже не вернусь.